Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды этого города. Сегодня мы находимся рядом с даунтаун Винтергарден, буквально 5 минут на машине максимум до известной улицы, которая называется Плант Стрит. Это улица, известная своими историческими ценностями, кафе, рестораны, выставки, фестивали. Там проходят каждую субботу фермерские ярмарки. Очень интересно посетить такую ярмарку, где фермеры представляют свою продукцию, выращенную на своих фермах, свежеиспеченный хлеб и так далее. Вот, это такой достаточно интересный нейборхуд. Все домики, они небольшие, две спальни, три спальни, четыре спальни. Сегодня мы с вами посмотрим такой интересный проект. Я вкратце скажу, прежде чем мы зайдем внутрь дома. Этот дом был куплен 4 месяца назад, в декабре 2020 года, за цену 135 тысяч долларов. На тот момент этот дом был две спальни, две ванных. Размер дома 1352 square feet, в переводе на метраж 126 квадратных метров. Дом был в плачевном состоянии, то есть его купил инвестор, которым занимается Flip Homes, да. То есть он буквально отремонтировал полностью дом, и сейчас мы зайдем и посмотрим, что в этом доме мы найдем. Он, кстати, сделал из этого дома из двух бедрум, сейчас это три бедрум. Здесь нет HOA, достаточно большой backyard, двор 0,27 Acro, и налог 1000 долларов. Цена дома сейчас, давайте я вам скажу, он купил за 135, 4 месяца назад, после всего рехаб, да, ремонта, капитального ремонта, он его сейчас продает за 295 тысяч. Представляете? Что, честно говоря, это очень высокая цена. Я думаю, что он уже стоит 21 день на рынке. И в наше время это долго. Это редкость в наше время, потому что обычно правильно сформулированная цена, правильная оценка улетает в первый, там, в первый же просто буквально в первый день. Вот, он стоит достаточно долго, видимо, они не двигаются по цене. Я не знаю, сколько они вложили в ремонт. Это не мой был инвестор, к сожалению, я вам не могу это сказать. Но мы сейчас приблизительно оценим. Приблизительно, чтобы сделать ремонт такого дома на такую квадратуру, если они меняли крышу, а крыша, видно, что новые окна, ну, 30, 35, может быть, 40 тысяч, смотря, тысяч долларов, смотря, если они, может быть, заменяли электрику, если они поднимали полы. Я внутри дома не была, когда он в прошлый раз продавался, я просто могу сделать какую-то оценку по фотографиям. Ну, давайте пройдем, посмотрим, что нас там ожидает. Сейчас мы откроем волшебным ключом дверь. Так, как это происходит, давай еще раз покажем зрителям. У каждого риэлтора есть апп на телефоне. ELB у нас называется. Электронный ключ. Сейчас, секундочку. О, чудо! Подержал телефон рядом, это мне тут ключ выпал. Вот, не ожидала, что он прям так прыгнул. А, ну, в общем, телефон открыл ключ, да? Да, телефоном мы открываем такие замки, где находится внутри ключ. Это очень неудобно для риэлторов, потому что в этом случае риэлтор покупателя, он не будет просто давать коды своим покупателям, которые будут заходить. Да, 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 да. Может, какой-то ущерб нанесут дома, может быть, они там упадут. Небезопасно. Потом будут судиться и так далее. То есть это небезопасно, и такие электронные замки могут открыть только риэлторы. Вау, как нас причалит. Ничего себе. Надеюсь, сейчас туда паница не приедет. Ловит, хорошо, прохладно. Пахнет новеньким ремонтом. Да, а... Света нет, как всегда. Я хотела бы добавить, что... Я еще не знаю, не смотрела. Ура, не светит. Забыла добавить, что, Юля, ты сможешь выставить в конце этого видео фотографии старого дома, да? Да, да, да. Да, какой он был до этого. Окей. Ну, давайте посмотрим, что здесь сейчас есть. Посмотрим. Я вот только зашла, не видела ничего. Вы знаете, по фотографиям, судя, был перенос, сносили стены. Полностью, да? Да. Ну, как хорошо. Мога кухня, полы были заменены. Ну, вы посмотрите, что было раньше, это, честно говоря... Не очень. Да, не очень было. Ага. Но кухня нравится. Естественно, все новенькое. Да. Да, 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 да. Гранитной поверхностью. Да, гранит. Плита новая. Плита новая. Вообще вся техника новая. Смотрите, техника новая. Я пытаюсь понять, если они делали замену окон. Мне кажется, не делали. Мне кажется, не делали. Окна те, что были, я так смотрю. Сейчас посмотрим. Знаешь... Может, и делали, да? Может быть, что-то и делали. Да. Они не... Обычно в таких домах окна в плачевном состоянии. Эти окна... Нормальные. Достаточно, да. Мне кажется, они новые. Ну, все может быть такое. Там еще какая-то... Да, там еще пленка, видишь? Они закрыли пленкой, вот. То есть с той стороны не видно. Может быть, они просто отреставрировали, потому что они не выглядят новыми. Да. Я думаю, они как-то отреставрировали окна. Потому что окна вставлять достаточно дорого. Может быть, они этого не делали. Полы – это плитка. Плитка, да. Под дерево. Плитка под дерево. Ну, ничего такая нормальная. Очень, да. Хорошие полы. Все такое... Цвет приятный. Такое все белое, серенькое. Честно говоря, я не знаю, куда идти. Давайте будем следовать за Галиной. Так, что такое? Что тут? Что здесь? Здесь сушилка, стиралка должна стоять. Да, здесь постирочная. Да, вот это вот нагреватель воды. Большое помещение. Большое помещение, да. На 1370, я говорю. Так, это щиток. Здесь, значит, что у нас электрический. Вырубается, вырубается все. Так, что у нас здесь? А здесь просто такой клозет. И здесь тоже кладовочка. Кладовочка по-русски. То скажите, что я о туалете речь веду. Так, здесь что есть? Здесь еще одна кладовочка. Ты знаешь, они меняли тоже электропроводку, скорее всего. Но, по крайней мере, электрический щит, он новый. Новый. Хорошо. Понятно. И вот цвет они тоже везде поменяли. Решеточки даже новые вставили тоже. Дверки тоже новые, как минимум. Они их перекрасили. Ну, я думаю, вставили новые. Просто недорогие все как бы такое. Да, это не какой-то фешенебельный ремонт. Но, честно говоря, вот новый вентилятор. Неожиданно приятно, честно говоря. Ну, нормальненько так. Нормальненько. Здесь прям такое большое помещение. Мне нравится, что они сделали здесь большой зал. Вот мне нравится хотя бы, если комнаты небольшие. Нужно будет снова просмотреть фотографии. Я уверена, что здесь были стены. Ну, там не сильно понятно по фотографиям. Фотографий мне очень. Их было не очень много. Здесь тоже кладовочка, кладовочка. Кстати, много кладовок. Да, еще одна. Здесь кондиционер. Так, идем дальше. Новый. Новый кондиционер, что тоже важно. Он сам по себе стоит тысяч пять, да? Около того. Так, ищем свет, находим свет. Проходите. Гости дорогие. Туалет. Слушай, так интересно. Они и стены, и полы одной плиткой. Не, ну ничего, симпатично. Ну, нормально. Все, в принципе... Все есть, все новое. Оно бюджетное, но новое, что приятно. Вот умывальничек тоже новый, акриловый. Не, все такое очень даже приличное. Так, дальше идем. А мы здесь были? Это очень какая-то маленькая спаленка. А, ну, типа для ребенка. Для маленького. Не доделали окна. Да, мне кажется, вот как бы надо сменить вот эту пленку, потому что ее как будто бы плохо вырезали. Вот это они не доделали, я считаю, да. Они, наверное, с учетом, что здесь будут жалюзи, и поэтому пофиг. Получается, что здесь пленка одного цвета, здесь она такая сереневатая, а здесь ее вообще нет. Нормально, да? Интересно. Ножки будет кому-то видно, да? А окна такие низкие, кстати, посмотрите. Так, все, как мы поняли, что это спальня здесь есть гардеробная, хоть она такая, конечно же, маленькая. Ну, чисто для ребенка. Что ты хотела, да, на такую квадратуру, естественно. Так, а еще раз повтори, пожалуйста. Тем более я сказала, что это было две спальни ранее, сейчас три спальни. Да, да, да. Мне кажется, вот это они что-то где-то сократили, конечно. Да, где-то отрезали от дома. А квадратура еще раз скажи какая? Сделали 1370 с чем-то сейчас. А если перевести? 1352. 126 квадратных метров. 126. 136 квадратных метров. Проходимте дальше. Так, еще раз. Здесь еще разладовочка. Еще разладовочка. Ну, здесь надо ставить, наверное, полочки, но сами что хотите можете поставить. О, вот это, наверное, уже побольше. Может быть, это мастер, да? Смотри, уже большая. Дверка что-то отвалилась. Ну, что же они не доделали-то, а? Дверку-то. Да, это мастер. Ну, вообще, мастер большой. Скажи ведь, скажите ведь. Для такого дома я имею в виду уже. Ну да, для такого дома. Так, здесь одна раковина тоже, здесь душевая. Что так стильненько, молодежненько. Смотрите, здесь еще одна такая же маленькая спальня. Да, тоже для второго ребенка. Я думаю, как раз таки здесь произошла перепланировка какая-то между двумя вот этими комнатами. Просто сделали из... Одной и две. Да, из двух спальни сделали как бы три, да. То есть из одной сделали две. Я уже запуталась. Я имею в виду, что все меня поняли. И думают, раз стало три комнаты, значит, надо продавать в три раза дороже. Подумали. Да, цену они, конечно, немножко загнули, но... Да и... Я не удивлюсь, если его купят. За приблизительно эту же цену. А, кстати, скажи, пожалуйста, вот сейчас уже мы посмотрели этот дом изнутри. Вот примерно твоя оценочная стоимость этого дома. Если они меняли крышу, окна они не меняли. Но я думаю, что в районе тридцати, смотря какие ремонты они делали. Есть разный вид флипа, да, то есть смотря в каком состоянии дом. Ты думаешь, здесь тридцатку? Я думаю, что здесь, да. Я думаю, что может быть и побольше. А я имею в виду сам дом, вот насколько он переоценен. Сколько ты думаешь, его бы купили за какую? Мне нужно, честно говоря, я не сделала детальную оценку рынка, но я считаю, что максимум 250, 230, 240 может быть. Но уж никак не 200, сколько? Все дома, которые в округе стоят, я не знаю, в каком они состоянии, естественно. Они все разные, да. Они могут быть тоже требующие ремонта. Но дома в районе от 180, 190 до 210, вот так, в таком диапазоне. Скорее всего, там нужен будет ремонт. Здесь он уже сделан, поэтому, учитывая тот факт, что можно просто заехать и жить, ничего делать не нужно, но я думаю, что, скорее всего, 240-250 было бы. А его еще раз повтори, пожалуйста, за сколько? 295. Почти 300, да. Через 4 месяца. Ну да, ну да. Это, конечно, борщинолик. Давайте выйдем во двор. На бэкьярд посмотрим, сколько здесь земли. Может быть, здесь все дело в земле. Земли 0,27 акра. Сейчас, в сотках я не могу сказать сколько, но двор большой. Ох ты ж, какая система, слышите, говорит, с нами разговаривает. Так, ну да, земли много, больше, чем у некоторых миллионных домов, которые мы смотрели, это факт. Разгуляться здесь есть чему. О, большой кондиционер, да? Очень большой, но не новый. Но не старый. Средних лет. За 4, не 4-х месячной давности. Я думаю, они его бэушные могли купить. Может быть, они его бэушную купили, да. Потому что он достаточно в очень хорошем состоянии, достаточно хорошо выглядит, но не новый. Смотрите, какая. Кстати, давайте скажем, вот что, вот говорят, каркасники, каркасники. Вот видите, вот здесь на бэкьярде видно, из чего сделан этот дом. Вот такие вот бетонные плиты полностью. Так как здесь нет второго этажа. Блоки, это блочные. Блоки, блоки. Плиты, сказала. Маленькие плиточки, да, блоки. Вы знаете, обычно во Флориде, если это не какой-то специальный кастом-мейт, какой-то специальный заказ, обычно дома строятся первый этаж блочный, а второй этаж деревянный каркас. Обычно так. Ну, нас просят говорить. Ну, будем говорить, но в каждом доме это одно и то же. Ну, практически, да. Практически, да. Я уже даже где-то писала ответ. Вопрос задавали. Ой, мама, ты что делаешь? Ты пошла в нарнию. Также не только дома, это относится и к кондо. К квартирам. Да, к квартирам. Ну, хорошо. Так, ну, в общем, здесь есть где разгуляться, построить большой сарай еще больше или бассейн. Но вряд ли, конечно, такому бюджетному дому нужен бассейн, потому что мы сейчас смотрели цены на бассейн, это около 100 тысяч. Да. Сейчас стоит построить бассейн. Проще уже купить дом с бассейном тогда. Вот смысл в чем. Имейте в виду, кстати, кому нужен бассейн. Вот. Ну, мне кухонка понравилась. Из этого всего я бы хотела в своих апартаментах такую кухонку. И то, что зал мне понравился большой. Зал открытый планировками. Смотрите, какой большой. В общем-то, очень даже приличный. Ну, честно говоря, я приятно удивлена, потому что... Нет такого отторжения, да? ...будет раз, кроме как к цене. Ну да, цена завышена. Ну, мы опять-таки не знаем, что здесь делалось, что подверглось ремонту, меняли ли крышу. Тем не менее, он стоит 21 день. Это значит все-таки, что он переоценен, скорее всего. Ну, будут двигаться, значит. Я посмотрела приблизительную цену аренды, если это инвестор покупает. Это где-то 1700-1800 здесь даются дома. Достаточно очень быстро. Вау. Скорее всего, из-за своей, извините, близости, действительно, вот к этому историческому центру Винтергардена. Это, Юля, вы проедьте, пожалуйста, и сними. Это мое, наверное, одно из любимых мест в Центральной Флориде. Мне кажется, мы были там. После Винтерпарка. Красиво. Мы были там, да. Да, очень хорошие ресторанчики, очень-очень вкусные. Там есть даже своя пивоварня огромная. Где погулять можно. Есть где погулять. Велосипедные байк-трейлсы. В общем, место очень хорошее. Школы, ну, элементария школа нормальная. Ну, остальные... Семенники. А что вы ожидали от дома, который, в принципе, должен стоить 250-230, а может быть 200, да? Они обычно не находятся в районах с очень хорошими школами. В районах с очень хорошими школами этот дом стоил бы порядком выше. Вот как раз он, наверное, столько бы и стоил, сколько его оценили, его бы уже купили. Ну, ты знаешь, я думаю, дороже, если в районе хорошей школы. Вот поставь такой дом в Авидов тот же, понимаешь? Ну, да, наверное, в районе 300 с копейкой, да. Ну, вот видите, как место меняет цену очень сильно. Место меняет цену, естественно. Можно такой взять дом по-русски в ипотеку? Да, ипотеку я посмотрела. Если при условиях первоначального взноса 10%, ну, это среднестатистически, кто-то по 5% берет, кто-то по 20%, и при условии, что процентная ставка будет 3,25, это тоже как бы средняя, она может быть меньше, может быть выше, то в месяц у нас получается по ипотеке 1150, налог очень маленький, то есть получается в месяц 83 доллара, и, ну, строковка где-то 100 долларов в месяц. Я это все сложила, получается затраты в месяц 1300. Это на 30 лет, да? На 30 лет, да. На 15 я обычно не рассчитываю. А какой даунпеймент при этом? 10% если будет даунпеймент, то вот такой расчет. Учитывая, как я сказала, что арендовать этот дом можно за 1800, да, ну, 1700-1800, это нужно делать более детально, я так быстро посмотрела, то получается где-то прибыль 400-500 долларов в месяц. Нормально. Даже по ипотеке. А если вы покупаете за наличку, то... А, интересно, нет, я не сказала, год постройки 1982. Тогда меня еще не было. Ну, в каком-то смысле была. Была уже. В каком-то очень маленьком смысле. Ну, вот такой проект. Очень интересно, не забудь, пожалуйста, выставить фотографии. На этой ноте мы, наверное, попрощаемся. Или есть еще вопросы, девочки? Да, вопросов нет. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. И вообще пишите, вот вам понравился этот дом, вы считаете, он стоит этих денег или нет. Все, давайте. Всего доброго, дорогие друзья. До следующих встреч. До свидания. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok